Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А начнем с планового выездного приема главы Анапы. Этот раз Сергей Сергеев провел его в поселке Виноградный. Подробности в нашем материале. Расхожее мнение о том, что в бой идут одни старики, когда приезжает на село глава города со специалистами ведущих службы заместителями, жители поселка Виноградный развеяли сразу. Хотя пока ждали начала приема, именно старички успели обойти все службы и посоветоваться по ряду важнейших житейских вопросов. В этом и смысл выездных приемов. Все в одном месте, и не надо ехать в город, ходить по кабинетам, стоять в очередях. Тон рабочей встречи с главой СДЛА – активная молодежь. Денис Ведехин мечтает в поселке Суворово-Черкесском сделать пристройку клубу для занятий спортом. Выпускник физкультурной академии, парень в отличной спортивной форме – отличный пример для подражания молодежи. Мысль хорошая, добрая. И детей там действительно много. Давайте начнем, наверное, с выделения земли, именно к этому очагу культуры, что мы построили. Только поймите сразу, я же в один день не решил. Банки не очень охотно идут с установкой банкоматов на село. Такой вопрос ставит перед главой, прося его о содействии педагог-психолог детского сада. Нам никто ничего никак не реагировал на наши заявления, вопросы, просьбы. Поэтому решили обратиться к вам. А банкомат один, да? Банкомат у нас один. И на Уташ, и на Суворово-Черкесске, и на Виноградный. Все получают деньги на карточку, естественно. И когда день зарплаты, честно скажу, среда-четверг вечером здесь было не протолкнуться. Сергей Сергеев дает поручение обратиться ко всем банкам с конкретными предложениями, чьи банкоматы – тема зарплатные проекты. Председатель ТОСа Артем Зайцев приводит пример того, как помогают такие лызные приемы людям. Были жалобы с переулка Черкесского. Банк передавали тогда. Ну я понял, письмо. Люди благодарят, заменили линию. Отлично сейчас. Было 160-180, линию заменили, кабель поставили. 224-230. Учитывая, что Артем вновь поднимает вопрос низкого напряжения на сельской улице, глава приглашает к разговору специалиста Кубани-Нерго. Чтобы не выйти с порченным телефоном, вот Артем Петрович, он у нас и руководитель ТОСа в Суворово-Черкесском. Я понимаю, что в один день сделать нельзя. И вы много сделали в Анапе. Много. За последние три года сделано очень много. Но все равно хотя бы надежду надо людям оставить. И самое главное – выходите на передний план. Артем рассказал об отсутствии ответов на письма и жалобы о невозможности попасть на прием в Кубани-Нерго. Исполняющий обязанности главного инженера рассказал, что все эти замечания учитываются. И самое главное – начались работы по замене старых сетей. Наняты подрядные организации. У нас произошла замена в Суворово-Черкесском. Там садик, я так понимаю, 220 метров провода. Да, вот он благодарит вас. Делали. И сейчас по нарастающей у нас уже началась реконструкция высоковольтной линии ВН-9, которая питает весь Суворово-Черкесский. Также от нее 0,4 есть проектная документация и заключенные договора с подрядными организациями. И строительство новых КТП. Ориентируйте всех жителей подать заявки на увеличение мощности. Чем больше будет таких заявок, тем легче нам будет получить материалы на строительство ТП, посоветовала Снегирева. Вопросы строительства тротуарных дорожек, сохранения гаражей, стадиона, создания музея в городе, на который накопилось материалы у Владислава Брусника – все это свидетельство активной деятельности жителей Виноградного и их неравнодушия к проблемам села. В Витязево подвели итоги ежегодной 23-й выставки «Анапа. Самое яркое солнце России». В ней приняли участие около 200 предприятий. Своеобразный смотр перед высоким курортным сезоном прошел на фоне подорожания валюты, роста ценные энергоносители и продукты. Тем не менее, городские власти надеются сохранить умеренную ценовую политику при прогнозируемом росте спроса. Главную выставку «Анапы» закрывали с участием трансформеров на фоне трансформации рынка курортных услуг. По словам заместителя главы города курорта Людмилы Терещенко, отели и санатории готовятся принять тех, кто в наступившем году предпочтет отечественные курорты заграничным. Если в минувшем году по системе «Все включено» работала пятая часть курортов, то в этом году продажу таких путевок открыли или откроют более третий городских предприятий. Активно переходят, стараются у нас. У нас есть предприятия, они переходят в этом году над системой «Все включено», начиная от оборудования пляжных территорий и территорий, на которых расположены сами здравницы. Городские власти отмечают, что из-за дрожающих энергоносителей общий рост стоимости отдыха в «Анапе» составит порядка 5-7% к прошлому году. В мэрии говорят, что одна из основных задач – сделать колебания максимально незаметными для потребителя. Сергей Услугин отмечает, что его предприятию удается сдерживать цены, при этом повысив зарплату персоналу на 5-10%. Все путем снижения затрат, но не зарплат. Мы ведем постоянную работу по снижению себестоимости путевки, поэтому мы имеем возможность не поднимать стоимость путевки ежегодно. По данным городской администрации, сегодня места в отелях и санаториях города уже забронированы на 80%, больше на 10-15%, чем на аналогичную дату в минувшем году. Мы ожидаем роста желающих и просто по путевкам, и по курсовкам. Сейчас в этот сезон процентов на 15%, но на лето, конечно, все будет сверх, ищем дополнительные номера. Вера Севрюкова считает, что с заграничных направлений предприятие, которое она возглавляет, никого не переманивает. Спрос на лечебные путевки увеличивается из-за более пристального внимания жителей России к собственному здоровью. В мэрии же, фиксируя общий рост спроса на отдых в Анапе, говорят об акценте на пляжах, которые, по словам Людмилы Терещенко, будут благоустроены нечистыми, а отдых в целом – качественным, доступным по ценам и безопасным. К предстоящему высокому сезону активно благоустраиваются и городские магистрали. Улица имени Горького изжила себя в том виде, в каком ее привыкли видеть анапчане и гости курорта. Уже давно специалисты говорят о необходимости придать новой облике новое оформление этой прогулочной зоне. Реконструирован будет участок от Гребенской до Краснодарской. Сегодня глава города Сергей Сергеев оценил начало работ. Главное, чего не хватает этому участку – улицу Горького, деревьев, цветочных клумб и красивых лавочек для отдыха. Но благоустройство, конечно, начинается не с этого. Рабочие ремстроя заменят плиточное покрытие по обе стороны улицы всего 4200 квадратных метров. К слову, в Виноградном на двух улицах строят тротуары из плитки, оставшейся после реконструкции Крымской. Заместитель главы Анжелика Бузунова рассказывает, что на этом участке Горького будет высажено 70 клёнов, причем каждое дерево обрамит большая цветочная клумба. Нужно как можно больше зелени, говорит Сергей Павлович, и интересные архитектурные формы для любителей фото. – Вообще, если додумать, вот эти задержки решения, то ли пальмы здесь выставлять, то ли еще что-то. – У нас же есть, у нас есть, скажем, большие, малые, всякие, мы можем выставить. – Потому что мест, ну, тут не хватает. Новые фонари, больше лавочек и урны возле каждой. Прогулочный бульвар должен выглядеть современно и быть удобным для людей. На набережной глава обращает внимание своих подчиненных на неприглядный внешний вид торговых рядов и плиточного покрытия. Есть собственники, значит, должна быть и ответственность. То же самое касается арендаторов центрального пляжа, которому и сегодня требуется генеральная уборка. Главным требованием городских властей всегда была чистота территории у моря. Специалисты муниципального контроля проводят ежедневный мониторинг строительных площадок в городе и в районах. Требования для застройщиков многоквартирных домов и собственников, которые занимаются строительством ИЖС, одинаковые. Но нарушения допускают и те, и другие. В Алексеевке ведется строительство очередного многоквартирного дома в переулке Родниковом. Строители уже начали заливать фундамент. Часть строительной площадки не ограждена забором, что дает свободный доступ к котловану с лесом из торчащих арматур. Дорогу строители отсыпали, однако колеса спецтехники все равно выносят грязь. Отсутствует забор и при строительстве частного дома по улице Крутьков в станице Анапская. Несмотря на то, что дом находится внутри участка, это не освобождает собственника от установки двухметрового ограждения. На территории лежит гора песка, строительные материалы и доски с гвоздями. По фактам выявленных нарушений специалисты муниципального контроля составляют протоколы, которые будут рассмотрены на ближайшей административной комиссии. История пожарной службы России Кубани и Анапского района. Сегодня прошла презентация, обновленная после реконструкции, выставки в Центре противопожарной пропаганды. На ее открытие были приглашены сотрудники подразделения МЧС, ветераны пожарной службы, учащиеся кадетских и казачьих классов и просто все желающие. Помимо функции образовательной, уверены ее организаторы, она станет хорошим подспорьем в профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Эта экспозиция имеет большое значение не только для тех людей, которые живут на территории Анапы, но и для приезжающих из различных регионов России, поскольку многие жители нашей страны часто видят наше ведомство несколько с другой стороны, со стороны крови, со стороны каких-то негативных, может быть, моментов. А здесь мы даем весь спектр динамично развивающегося ведомства. Вы знаете, у нас такой девиз МЧС – предупреждение, спасение, помощь. Поэтому любой пожар легче предупредить, чем потушить. Поэтому мы свою работу целиваем на что? Это работа с детьми уже начиная с детсадовского возраста. В станице Анапской с 24 февраля временно поменяется схема движения транспорта. На перекрестке в районе рынка Николаевский начнется строительство подземного пешеходного перехода. Схема движения внутри станицы Анапской для легкового транспорта будет обозначена дополнительными указателями. За подробностями мы обратились к начальнику ГИБДД города-курорта Анапа. Движение будет на краевой дороге полностью перекрыто на данном участке. И транспорт будет пускаться через станицу Анапскую по параллельным и перпендикулярным улицам, которые находятся в станице Анапской. Будут выставлены информационные щиты на подъездах на Кольце Чембурка, на федеральной дороге с информацией о том, что движение транзитному транспорту через станицу Анапскую временно запрещено. Второй год подряд аэропорты Кубани становятся лидерами авиационной премии «Воздушные ворота России». Награда вручается за работу по улучшению инфраструктуры, качества услуг и сервисам. По итогам прошедшего года Международный аэропорт Краснодара стал лучшим среди региональных с пассажиропотоком до 4 миллионов человек в год. Аэропорт в Анапе до 2 миллионов и в Геленджике до 500 тысяч пассажиров в год. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Курортные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.